так здравствуйте что у нас тут с интернетом сегодня вроде бы все нормально так так ну вот даже к нам уже подключились люди я думаю что нас будет слышно и видно я надеюсь что кто-нибудь нам рукой махнет и мы сразу поймем что у нас все в порядке с эфиром так 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 иногда пишет сеть нестабильно так здравствуйте 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 все-таки стабильно или нестабильно у нас сеть раз напишут что здравствуйте значит вероятно что стабильно так привет девчонки так все сердечки полетели так радостно свет так ну что здравствуйте мы не одни в эфире да нас много вот все здравствуйте вот пошла строчка значит девчонки привет с вами на связи ростов-на-дону школа екатерина мирошниченко и я и я человек который работы в школе мирошниченко вот и мы с вами как бы по четвергам встречаемся проводим какие-то дни слова проводим мастер-классы и делаем какие-нибудь незамысловатые совершенно дизайны говорим про то что вышло нового в компании и пытаемся из них сделать дизайны но сегодня вот тут вот все в красном да таком красно-белом золотом цвете красивое сочетание мы уже неоднократно с вами обращали значит внимание на гель-лаки которые у нас вошли в состав красной коллекции это гель-лаки не новые не некоторые вчера вышли здравствуйте мы возьмем вот burn out видите вот эти вот красненькие помните шикарный наборчик из красных гель-лаков все-таки у нас начинается теплая пора весна весна красна у нас ростове сегодня солнышко светит тепло так хорошо вот ну надо радоваться каждому дню события торопить не будем но тем не менее весна набирать свои обороты поэтому я считаю что как раз таки красные оттенки до само то начинается они вообще на самом деле никуда не уходили эти красные да и зимой красили и весной и летом и осенью но я считаю что вот когда теплое начинается вот это все весеннее и те кто следит за какими-то такими погодными условиями и делает дизайны именно равняясь на времена года то считаю считаю что красный цвет как раз вот то что надо да под красивую красную помаду я думаю многие из вас до красят вот такие вот красивые оттеночки так что у нас тут с номерами я не помню с какого номера начинается но я же сейчас конечно же посмотрю в шпаргалку чего нет с 450 ага все отлично с 450 50 номера до 455 выложим себе да и напомним какие цвета есть это же как обычно знаете вот мне допустим девчонки спрашивают какие цвета купить я говорю да пару каких-нибудь пару тройку пастельных оттенков да когда начинаешь только работать парочку троечку а лучше 3 нет лучше 4 красных оттенка даже четыре иногда бывает мало и 5 и 6 и мне так нравится когда клиента наби выбирают нет не вот такой красный нет вот такой красный бывает у вас такое интересно найти думаешь выложишь их штук десять разных красных казалось бы она все да не такой да вот такой это очень забавно конечно раз думаешь какая разница но нет же они находят же разницу да ну и мы в принципе в том числе так и так это оттенки у меня любят 454 пишет нам виолета вот 454 да вот этот такой самый насыщенный самый насыщенный на самом деле как бы я делала дизайн и думаю блин какой же цвет использовать какой цвет использовать в результате попробую один-второй на самом деле когда смотришь на дизайн и а вы знаете как то вот красные красные да это только клиенты наверное могут отличить один красный от другого и так значит красные оттенки да напоминаем друг дружке что у нас есть вот такой шикарный набор из красных оттенков да и да 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 и все равно красных мало да то не согласна я же говорю сколько бы ты не достал сколько бы не поставил все равно лучше вот иметь два один светлый один темный на этом все и так набор красный гирлака вспоминаем что у нас есть я думаю что красные цвета и красные оттенки гирлаков есть у девчонок всегда в работе у всех мастеров да поэтому мы сейчас возьмем какими-нибудь из них воспользуемся ну просто естественно у всех какие-то может быть свои да не обязательно там такие же как у нас да например варианты цветов вот ну и мы просто придумали вот парочку идей парочку идей с дизайнами на красном фоне такая прикольная короче тема что-то думала думала чтобы такого замутить и вот в разных опять да вот немножко такого немножко так вот минимализм красный до золотом красиво смотрится вот на красном фоне мне например не очень понравилось а вот на белом фоне кайфово смотрится или вот например белый золото и красный видите вот и светленький взяла цвет и темненький цвет взяла тоже прикольно получилось а вот значит и красный цвет с белым цветом и немножко фольги тоже добавила ну давайте какую-нибудь парочку вариантов сейчас мы замутим кроме красных оттенков которые мы взяли значит сейчас да как верхний ряд дел час делаем такой вариант. Значит, кроме красных оттенков гель-лаков, которые мы с вами взяли сегодня с вами в работу, да, в разработку. Значит, какой нам цвет еще потребуется? Ну, конечно же, белый, да. Белый цвет. И я вот его, кстати, и почему-то и не достала. Так, белый гель-лак. Ну, я думаю, что белый цвет всегда у всех есть. Вот. И, значит, фольга. Фольгу возьмем, в принципе, можно взять желтое золото, благородное золото, да, то есть как бы это не принципиально, важно. То есть можем более такое ядовитое золото взять, фольги, может быть еще. И самое главное, ведь даже не фольга, а то, на что мы будем это печатать. И мы уже с вами тоже в прямых эфирах говорили про этот гель, который клей-гель. Клей-гель. Так, сейчас, минуточку. Ага, вот он. Клей-гель. Я еще так пыталась подшутить мультипли. Мультипли. Мне так нравится. Мультипли. Какой-то мультик. Короче, мультик. Гель-мультик. Значит, мультипл. Мультипл-гель. Гель-клей, на который шикарно отпечатывается фольга. Причем, если, например, до этого мыть на черный тюльпан печатали фольгу и сушили, там, допустим, в лампе у нас, в эмилампе, там, ну, до одной минуты. Если лампа новая, 30 секунд хватает. А если, например, лампа старая, то одну минуту сушили. То здесь, в принципе, можно подсушить буквально 5-10 секунд, и шикарно фольга печатается именно вот на этот гель. Но, но, знаете, вот я просто как бы не потому, что там сейчас попытаюсь антирекламу запустить. Абсолютно нет. Просто вот он же прозрачный, понимаете. Вот, например, какой-то конкретный рисунок очень сложно нарисовать. Но в абстракциях незаменимое дело. Всякие линии, обводочку там и так далее. Ну, конкретный рисунок сложно, потому что он прозрачный, то есть его особо не видно. Вот. Поэтому как бы будем, например, отпечатывать. А что мы будем отпечатывать? Чтобы более конкретный рисунок от руки рисовать, как бы сложно, прозрачно. Но ведь есть же, девчонки, сейчас пластины для стемпинга, да? И мы можем использовать этот гель в работе с пластинами в технике стемпинг. То есть этот гель шикарно подходит именно для стемпинга. И вот эти все рисунки, которые мы с вами видим на пластинах, запросто можно отпечатать фольгой. Вот эта вот фишка прикольная, конечно. И я взяла цветочную тему. Взяла цветочную тему, хотя это может быть совершенно любая тема. Видите, вот она. То есть рисунок отпечатан с помощью вот мультипл геля, да? И потом просушен буквально 5-10 секундочек, и фольга отпечатана. Видите, прикольно, как получается. Не обязательно, это просто вот рисунок именно с пластины. А ведь рисунок может быть любой. Это ведь могут быть и пятна, и линии, и какие-нибудь дырочки, какие-нибудь там надписи и так далее. Поэтому как бы можно будет воспользоваться любыми, например, рисунками. А я взяла одну из новых пластин, которая называется «Магия природы». Это пластина номер, по-моему, 15. Сейчас. 15, 16, да, 17. Вот пятнадцатая «Магия природы». Видите, цветочную тему взяла. Но все-таки весна, да? Весна красна. Так, это вот 17-й. Вот так, да? Океаника. Океаника. Видите, вот такие вот дырочки, вот такие сеточки, полосочки и корьки. Такая морская тема. Хотя здесь затесались и цветочки тоже. И вот листики-монстеры. Так, и 18. Ой, я все неправильно сказала. Короче, 15, 16, 16. Плохо видно из-под телефона. Так, вдохновение. Это вот такие вот интересные, кайфовые. Вот этот я в прошлый раз использовала. Мне очень нравится с надписями. Классный вариант. Так, ну, уже сказала. Вдохновение номер 16 и номер 17 «Океаника». Это такая морская тема. Но мы сегодня возьмем, например, цветочную тему. Вы не против? И именно с помощью вот этого мультипл-геля можно запросто сделать любой рисунок тончайше отпечатать фольгой. И, ну, классно вообще получается. Сейчас мы с вами это все сделаем. Так. Мультипл, пластины. И напомню о том, что у нас как бы есть, есть, естественно, новые декорации, да? Новые декорации, которые используем в работе. И уже несколько раз мы, конечно же, это все дело смотрели. Так, у меня сейчас единственное будет все это немножко, наверное, в разнобой, потому что, да, в разнобой однозначно, потому что я уже не помню, как это они были, в каком порядке выходили. Но это вот два последних выпуска. 125, 127. Сейчас попробую. 128. Вот так, да? Сложу сейчас быстренько. Ну, по крайней мере, попытаюсь. 124. Вот так это сюда. Так, а эти 130, 129, 130, 131. Ага. Давайте вот так. Прикольная тема восточная. Мы уже с ней делали дизайны. 124. Восток. Прикольная. Журавли, кувшинки, надписи, иероглифы с красивыми золотыми вставочками. Номер 125. Любящие сердца. Это прикольно, да? Эти как бы часть ногтя. Можно с сердечками, можно одну полосочку вырезать, можно две, хоть три, хоть десять. И так далее. Так, теперь дальше. 127 индивидуальность. Это вот такой красивый отпечаток пальца, но при этом в радужном цвете. И тоже с сердечками, тоже классно. Знаете, вот просто квадрат посредине ноготочка. Покрыли там белым цветом, светлым цветом. Просто прикрепили слайдер, и все. И какую-нибудь еще надпись пустили рядышком, и уже хорошо. Так, очень красивый полет фантазии. 128. Цветочки меленькие, бабочки такие кайфушные. Такой рисуночек получается классный, нежный. Уси-пуси, короче. 129. Бесконечность. Это такая имитация рыб. Вот если вы присмотритесь, как киты, дельфины, что-то какой-то плавающий планктон, короче. С красивыми такими тоже серебряными вставочками. Вот, можно тоже какую-нибудь тему замутить абстракцией, потом отпечатать сверху стемпингом какую-нибудь рыбку с пластины, да, с новой и так далее. 130-й, яркая жизнь. Тоже можно мелкими деталями, можно какими-то кусками переносить прямо на ноготь. И я, знаете, смотрела эфир из Саратова. Есть прекраснейший, чудеснейший мастер-инструктор Наталья Алтухова. И сейчас я вам покажу. Я буквально листала и нашла у нее. Вот она делала с такими вот вариантами. Смотрите. Яркая жизнь, 130-й номер. Видите, вот эти вот красивые там штучки-дрючки. Она так тоже делала обзор, выставляла в Инстаграм. Видите, вот прям на френчике. Ой, простите, не туда перемоталась. Вот на френчике целиком, смотрите. Видите, на ярко-розовой просто подложке, да, ну, то есть как бы покрытие на ярко-желтом, зеленом. Это, кстати, последний, да, из перелетной птички набор был гель-лаков. Смотрите, как прикольно. То есть и думать особо не надо. Раскидали на ноготь вот так вот, да, как бы вообще такие интересные вещи. Ну, прикольно, мне очень понравилось. Я все время что-то пытаюсь так придумать, посложнее, что-нибудь, какую-то технику задеть. А тут вот, смотрите, так раз, и все классно. А вот, а еще был вариант, например, сейчас, секунду, с розочками, да, с розочками. Помните, мы тоже в прошлый раз делали. Получается, это 133-е нежное послание. Уже, видите, целую кучу понаделы, как в виде образцов и готовых вариантов дизайнов с розочками, шибеши. Видите, вот этот вот. И тоже вот Наталья Алтухова из города Саратов, инструктор, преподаватель, чудеснейшая девушка. Посмотрите тоже, как красиво. Под матовым топом, при этом выделяя все золотые части с помощью глянцевого топа. Посмотрите, как прикольно получается. Тоже, да, вот буквально там на матовой поверхности просто картинка посредине, больше ничего не надо. Очень красиво получается. Если кому-то интересно, вот, очень прикольные варианты у Наташи получили. Тезка моя, очень хорошо знакомая, люблю ее, целую. Если вдруг, мало ли, кто-то увидит и передаст в Саратов. Привет, Наташа Алтухова, буду только рада. Так, ну что, поехали потихонечку, а то разговоры разговорами. И мы с вами начнем прямо с верхнего ряда. Очень прикольная тема. Будем добавлять стемпинг, будем добавлять цветное покрытие. Так, значит, а, еще, еще. Может быть, кто-то помнит. Я думаю, что помните. Был такой набор декораций. Набор декораций, вот такой вот пакетик. Значит, набор декораций Маквин. Мы тоже с вами делали дизайны с помощью, как бы, из этих декораций. Я даже, знаете, сейчас даже постараюсь найти. Там, конечно, очень такие специфические слайдеры. Сейчас, секундочку. Да, вот они. Сейчас нашла. Специфические такие. Ну, посмотрите, какие там есть бабочки чудесные. И если вспомнить, что сейчас у нас лето, да, весна, ой, ну, лето-то на носу, конечно, весна и так далее, как раз-таки из набора вот Маквин можно взять слайдеры и использовать с бабочками. Помните, мы делали в прямом эфире вот такие варианты дизайнов? Не обязательно, конечно, черепах цеплять на поверхность, вот. Но вот бабочки, бабочки. Есть отдельный прям слайдер в этом наборе с бабочками. И вот как раз-таки бабочки, смотрите, я, кстати, вот сюда и использую. Наборы, видите, вот бабочки у нас вот тут вот на одном ноготочке. Бабочки. И если вспомнить про вот этот вот именно набор, сейчас я вам покажу. Так, это на всякий случай вдруг кому-то потребуется, кто не видел. Видите, вот такие мы делали варианты дизайнов. Это набор декораций Маквина, да, то есть как бы Александр Маквин, дизайнер, известный довольно-таки, жалко, что его нет у живых. Ну, прикольный, красивый такой парень, короче, интересные идеи. Ну, вот и мы тоже воспользовались. Итак, я вот просто вам напомнила про Маквина. Почему? Потому что там есть как раз-таки слайдеры. Сейчас. С бабочками. Я сейчас вам напомню о том, что вот тут вот есть. Все расплылось, а вот так. Сейчас видно? Так, и вот напомню, что вот в декорациях вот есть вот такие, смотрите, и бабочки с камушками, и цветочки с камушками. Можно как раз-таки, если у кого-то есть такой набор, как раз-таки подсоединить, вот присоединить в дизайны с цветочками. А про бабочки я вот про вот эти говорила. Видите, их тоже много израсходовала как бы уже. Но прикольная тема, к цветочкам можно к любым добавить. Отлично видно? Хорошо. Ну, по черепушечкам дальше не пойду. Это, конечно, на любителя. Но бабочки очень тема такая заходит, да, как бы многим. Вот. И мы сейчас я вот так вот отложу в сторону, чтобы, если что, буду их использовать. Так, ну что, поехали. Красный цвет. Проезда нет, да? Так, секундочку. Убираю все с видного места. Так, и мне нужно, и мне нужно взять, конечно же, типсики. Сейчас, секундочку. Ты ж надо такая сегодня растеряха-маха. Маша-растеряша. Ой, знаете, я вам расскажу. У меня в детстве была личка Маши. Кличка, не кличка, но меня в школе друзья, одноклассники называли Машей. Прошло много лет, у меня теперь есть внучка Маша. Так, все, поехали. На самом деле цвет значения не имеет. Но давайте возьмем какой-нибудь поярче, да? Вот кто-то говорил, что 454 цвет любят, да? Давайте его и возьмем. Итак, покрываем полностью. Естественно, на просушенную поверхность наносим цветное покрытие, да, в виде красного гель-лака. Из коллекции красных гель-лаков, 454 номер, яркий красный цвет. Так, просушиваем, естественно, в лампе. И я вам расскажу о том, что многие знают, как бы, ну, есть такой замечательный инструмент. Вот такой вот поролоновый шарик, видите, который можно сделать такое напыление, да, на поверхности. И получается, что мы с вами сейчас будем забелять поверхность красного покрытия. Поэтому красный, конечно же, может быть любой. Вот, и вот это вот, видите, вот напыление белым цветом мы сейчас делаем, конечно же, с помощью белой эмпасты. Гель-лак без остаточной липкости ложится плотным слоем. Например, гель-лаком такой вариант дизайна не пойдет, потому что, скажите, почему? Потому что пузырится, да, то есть как бы гель-лак ложится неплотным слоем. Поэтому мы воспользуемся, конечно же, эмпастой. Так, эмпастой. Какую-нибудь кисточку. Буквально любой овальчик, любую кисточку, которую можно вот таким вот образом. Ну, я вот так вот на коробочку. Немножко. И теперь аккуратно-аккуратно вот таким вот пропитаю хорошенечко. Мне много не надо, чтобы было просто красивое напыление посередине ноготочка. Напыляем. Так, я сегодня не надела перчатки. Что-то я совсем забыла про них. Но сейчас поставлю сушить и вспомню. Так, давайте вот здесь, например. Можно немножечко увеличить. Ну, естественно, размер может быть совершенно любым, на ваше усмотрение. Можно вот сюда еще добавить. Можно вообще просто вот так аккуратно выбелить, да, весь центр, например. Ну, я сюда буду цеплять, например, какую-нибудь бабочку, цветочки и так далее. Поэтому я, в принципе, там сильно как бы и не вошкаюсь, да, на этом месте. Так, просушиваем. Так, и мы берем с вами пластину для стемпинга. Берем красный лак для стемпинга. Ну, у нас, например, номер. Так. Обязательно надо, чтобы под руками стояла где-то жидкость для снятия гель-лака. Так, поставила пузыречек. И быстренько... С помощью... Так, где у нас подушечка? Лак для стемпинга. Сейчас, секундочку. Пузыречек немножечко встряхну и добавляем цветочную тему. Слушайте, на самом деле мы можем отучать это все... Так, девчонки, кто-нибудь нам помог... По-моему, там плохое и нестабильное соединение. Так, вроде бы нас мог... Так, все понятно. Зависает, да? Зависает, тоже вижу, Виолетт. Спасибо большое. Но сейчас вроде бы видно, да? Значит, мы с вами сейчас отпечатываем с помощью техники стемпинг. Очень висит. Плохое соединение. Так, но я, тем не менее, продолжу делать, потому что, ну, даже... Оно все равно будет понятно, что делаем мы технику стемпинг. Так, отпечатаю я, в принципе, любой цветочный рисунок, который нам сейчас с вами попадется под руки. Это не принципиально важно. Убираем все лишнее. Легкий накат подушечки. Оп. Отпечатали. Видите, красненькие, да, у нас цветочки. Убираем в сторону. И отпечатываем. Видно, отпечатались цветы. Получается... Сейчас мы немножечко с вами попробуем. Видно, да, девчат? Слава богу, что видно. Так, попытаюсь резко с немножечко. Мне не нравится. Сейчас я чуть-чуть подальше. Лампу сейчас я попытаюсь поправить, а то у меня тут как-то... Так, вот так лучше. Так. И получается, видите, у нас белое такое напыление плюс красный рисунок. Все, видно, да? Ну и все. И теперь, получается, фон, видите, он смотрится как бы более сложным, да, чем есть на самом деле. Вот. И теперь мы добавляем сюда с вами какие-нибудь незамысловатые декорации. Так. Я взяла бумажную салфеточку, а то мне нужно слайдер, да, размочить немножко. Не готово. Но ничего страшного. Мы сейчас выкрутимся из данной ситуации. Все, нашли мокрую салфетку. Замечательно. Так. Ну и быстренько сюда что-нибудь придумаем, да? Можно из новых декораций. Можно взять какие-нибудь цветы. На самом деле не принципиально важно. Но и тем не менее, сейчас мы что-нибудь придумаем. Давайте что-нибудь нежненькое, да? Итак, вальс цветов. 132-й. 132-й нелдресс. Так, ну давайте какие-нибудь... Слушайте, ну хочется в тему, да? Не хочется мне сюда розочки почему-то. Надо какие-то цветочки такие, которые... Ну, совсем-совсем не розочки. Так, сейчас. Сейчас набросаем каких-нибудь маленьких нежненьких. Так. На самом деле подойдут абсолютно любые цветы. Подойдут розы, подойдут все что угодно, все что у вас есть. И понятно, что дизайн не надо делать на всех пальцах, да? Достаточно просто везде красное покрытие. На одном пальчике вот такое с напылением и получается очень даже забавно смотрится. Так, ну давайте сюда бабочку какую-нибудь добавим. А то мы поговорили из набора, который от Александра Маквина, да? Вернее, набор-то от Екатерины Николаевны, понятно. Но тема Маквина. Можно, кстати, желтую бабочку добавить. Давайте желтую или красную добавим. Какую добавим, как вы думаете? Давайте красненькую. Да, давайте. Типа спросила, вы ответили, да? Цветочки светленькие, бабочка красненькая. На самом деле любую. Желтая была бы, наверное, даже и поярче бы лучше, видно было бы. Слушайте, это я смотрю, сейчас перепачкана у меня эта картинка вся красным лаком для стемпинга. Потому что кто-то сегодня стемпинговал с утра пораньше, все испачкал. Ну, не будем показывать пальцем. Можно, кстати, добавить сюда еще и немножко фольгушки, да? Почему бы и нет? Единственное, что не хочется сильно испачкать. Я не хочу, ну, в принципе, можно немножко там теклосом перекрыть или ультрашайном перекрыть. Сейчас, ну, раз уже заговорила на эту тему, придется что-нибудь добавить. База на преп, так, сейчас, секундочку. Ультрашайн, да, например? Ультрашайн. Я сейчас не буду на весь ноготь, а мазну там, где хочу, например, фольгой отпечатать. Просто очень хочется, руки чешутся. Так, вот, например, вот сюда я какую-нибудь линию там нанесу, там, допустим. Ультрашайн, девчонки, это чтобы фольга отпечаталась только там, куда мне надо. Пусть пока подсохнет. Так, мы добавим с вами вот этот, возьмем гель, который гель-клей мультипл. Все зависло, интересно, думаю, получится. Мультипл. Мультипли. Мультик гель. Как хотите, обзавите. На самом деле, какая нам разница, как его называют, да? Самое главное, какие у него свойства. Так, тоненькую кисточку. Так. Единственное, нельзя открытым на столе оставлять, девчат. Очень быстрая полимеризация, мгновенная практически. Поэтому все время оставляю фольгу на баночке. Никогда не оставляйте открытым. Взяли немножко геля, взяли и потом... Скажите, что сделали. И обязательно закрыли банку. Так, ну вот где-то что-то будет видно, да? Где-то что-то будет не видно. Ну и тем не менее, можно вот так вот аккуратненько добавить где-нибудь полосочку. Это так, для блеска. Но вдруг клиент сильно любит какие-нибудь золотые украшения, да? И мы вот так чуть-чуть добавим абсолютно капельку. Я просто взяла вот так вот по внешней границе моего же белого пятнышка. Вот так прошлась. Причем так небрежно даже немножко. И вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять. То есть, допустим, я поставила в лампу раз, два, три, четыре, ну, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Типа. Вот. И после этого отпечатала фольгушечку. Так, где у нас фольгушечка? Ну, возьму какой-нибудь золотой кусочек. Так, вот сюда, например, видите, вот чуть-чуть. Ой, простите, у клиентки ноготь отвалился от ногтевого ложа. Сейчас мы поправим. Да что ты будешь делать? Я просто немножко топом прошлась, чисто для того, чтобы вот фольга просто конкретно, да, не просто так отпечаталась где-то там небрежно на всю поверхность, а только там, где мы с вами захотели. Так, вообще, по большому счету, раньше, как мы транслировали, если, например, можно топом без остаточной липкости перекрыть всю поверхность, обязательно обезжирить. Для того, чтобы фольга отпечаталась только туда, куда нам нужно. Так, на что будем прикреплять, значит, слайдеры? Конечно же, на слайдер-топ. Да, если вдруг слайдер-топа у вас нету, то лучше всего слайдер прикреплять на базу. Ну, у нас есть, поэтому проблем, я думаю, не будет. Так. Берем слайдер-топ. Фольгушечку перекроем заодно, выровняем поверхность. Слайдер-топ. Так. Просушим здесь 15 секундочек. Прикрепляем непосредственно слайдеры, да, на поверхности. И как мы будем прикреплять, девчат? Так, ну, можно, конечно же, руками, можно пинцетом, можно точечно взять, например, на подушечку для стемпинга, да, то есть как бы взять и... Так, где у меня? Куда я убрала? Так, вот они. Ну, начнем, конечно, с бабочки, да. Вот она, бабочка. Больше всего места занимает, поэтому ее прикрепим сначала. А вот тут вот, оп, в нижнем уголочке. Да что такое сегодня? Прикрепили. Девчат, простите, не держится типсик. Сейчас, секунду. Какое-то наказание отваливается и отваливается. Аж прям подбешивать стала. Сюда вниз. А чуть выше пару цветочков, если вы не против. Это буквально так, чисто накидать. Все лучше и сразу. Просто, знаете, когда вот мы добавляем с вами всякие разные варианты там, и фон чуть-чуть усложнили, да, и декорации добавили. И смотрится там совсем как бы так по-интересному. Нет, сюда не надо. Хочу сюда, вот сюда, например, вот так цветочек. Так, и еще один раз уж. Я два вырезала. Сейчас, секундочку. Немножко какой-то у меня сегодня сумбур. Это потому, что я понимаю, что зависает. И ничего не могу сделать с этим. И нервничаю, как-то занервничала. Так, ну вот так. Я понимаю, что можно было фольгу не добавлять. И сейчас, знаете, скептики мне могут сказать, типа, господи, натыкала что-то там, натыкала. Но она там, видите, кое-где поблескивает, и слава богу. Ну, на самом деле, а вдруг бы вы не добавляли никаких цветов, да? И, в принципе, было бы очень даже прикольно. Так, значит, просушиваем, конечно же, в лампе. Конечно же, в лампе подсушиваем. После этого обязательно, обязательно ультрабонд. Ультрабондом обрабатываем слайдеры сверху, потому что... Что такое слайдеры? Слайдеры – это пленка, которая не имеет остаточной липкости. Поэтому, чтобы было хорошее сцепление с топом, конечно же, ультрабондом обрабатываем. Бабочку тоже. Можно было, кстати, сюда куда-нибудь, в нижнюю часть ноготочка, прилепить какой-нибудь цветочек. Ну, бог с ним, пусть будет так. Высыхает на воздухе. После этого закрываем топом. Ну, в нашем случае, я, например, могу закрыть, конечно, ультрашайном, могу закрыть теклосом. Можем на этом особо внимания как бы не акцентировать. Но если, например, вы собираетесь работать еще сверху, например, допустим, добавить какой-то объем тем же цветочком, то тогда лучше бы, конечно, теклосом перекрыть, потому что ультрашайн – это стеклянный с колодцем материал, если вы добавите всего сверху. А вот теклос, например, теклос, видите, вот теклос, да? Теклос – это топ, который пористый, на котором будет хорошо стоять эмпаста, если вы собираетесь ее добавить. Ну, а мы, естественно, собираемся добавить, немножечко усложить картинку, чтобы было видно и понятно, откуда она такая объемная взялась. Так, закрываем топом, просушиваем, естественно, там минутку, да? Вот, и после этого берем эмпасту. Эмпаста – гелевая краска без остаточной липкости. Берем какую-нибудь кисточку, похожую на маленький лепесточек. И можно с помощью эмпасты, маленький лепесточек – это единичка, единичка для жестовской росписи КЗЛЕ1, видно? Вот, и можно, например, с помощью эмпасты немножечко добавить объема лепесточком. Секундочку. Так, и уже на совершенно готовую поверхность берем лепесточек, кисточку-лепесточек, да? Лепесточек – единичка для жестового. И можно пройтись и немножечко увеличить объем лепесточком. На самом деле, можно это сделать, можно этого не делать, но просто как бы получается такой легкий объем, и оно, знаете, как-то так выразительно, что ли, более дорого получается, чем есть на самом деле. Так, аккуратненько, оп. Добавляем легкий-легкий объем. Все мазочки, все лепесточки двигаются к центру, допустим, с краешку к центру, с краешку к центру. На самом деле, можно и не все, можно через один. Ну, знаете, как бы можно было и от руки нарисовать. Единственное, что я все время говорю, я бы вот, например, так мелко бы не нарисовала, а так вроде повторил размер лепесточков и цветочков на слайдере, и вроде как по-взрослому смотрится, правда же? Ну, по крайней мере, мне так кончится. Ой, мне так нравится, мне так хочется. Видите, там, получается, на заднем плане у нас цветы с помощью стемпинга, да? На переднем у нас слайдеры еще плюс раскрашены. На самом деле, можно было на каждом этапе остановиться и не глумиться, да? До такой степени, как вот я тут стараюсь это сделать. Вот, поэтому, ну, я вот, видите, как бы добавила объемчик немножко всем цветочкам, которые добавляла. Так, ну и давайте, например, вот такой, да, вариант. Там, где у нас будет фольга, отпечатана именно, да, вот, и мы будем отпечатывать с помощью техники стемпинг. Гель, клей-гель, да, у мультипл. Хотите мультипли? Хотите мультипл? Хотите мультипл? Хотите мультик? Значит, мы сейчас нанесем и отпечатаем фольгу. Значит, чтобы техника была все чисто, было, да, чтобы сделано было чистенько. Значит, мы с вами, так, вот этот вот вариантик мы сейчас сюда добавим и оставим, естественно, вот на экране, чтобы вы могли сделать там скриншот, да, какие-то идейки там для себя подчеркнуть. С бабочками. Забеленый белый фон, видите там забеленность, да? Так, и сейчас давайте вот такой какой-нибудь вариант, хотя бы на половинку ноготочка, чтобы было понятно, что вы можете фольгой отпечатать абсолютно любой рисунок с пластиной, которую у вас есть. Так, Таня спрашивает, сейчас, секундочку, Татьяна, читаю. А как сделать первый типс со второго ряда? Первый типс. А, ну тут, получается, сначала я, например, там отпечатала фольгу на верхнюю часть, а потом сделала вот это белое напыление здесь и здесь отпечатала стемпинг. Можно наоборот сделать. Вот, ну, то есть, как бы можно, допустим, белый цвет нанести, красный цвет нанести, ну, естественно, просушивая каждый, забелить нижнюю часть, отпечатать стемпинг, перекрыть топом безостаточной липкости, забафить и отпечатать вот здесь вот, да, рисунок на, скажите, на мультипл гель, да? То есть, как бы можно вот так сделать, соединить две техники между собой. Ну, и там, и там стемпинг, просто там просто стемпинг, а там отпечатанная фольга. Ну, давайте наполовинку сделаем, чтобы было понятно, вот таким вот образом, просто, чтобы попроще было сейчас в эфире сделать. Так, давайте. Поехали. Значит, у нас с вами есть типсик. Сейчас. Все, типсик есть. Поехали. Белое. Делаем наполовинку, да? У нас половинку будет белый вариант. Наполовинку. Так, белый гель-лак возьму, девчат, сейчас, секундочку. Ага, вот он есть. Да, белый лотос, белый гель-лак. Так. И покрываем только половинку ноготочка. Давайте, вот так. Причем, можно, да, выделить большую его часть. Так, ну, естественно, просушиваем в лампе. С первым типсом, Таня, вот сейчас, это самое, такая, знаете, и то, и то, и пятое, и десятое. На самом деле, я когда делала, думаю, вот делаешь-делаешь несколько вариантов, думаешь, какой же показать, какой бы поинтереснее. Ну, чтобы усложнить, чтобы не просто так, чтобы что-нибудь. И уже, знаете, вот пихаешь в один типс, и вот так отпечатала, и вот так отпечатала, знаете, а я еще вот так могу, и вот так хоть. Короче, ну, делаешь-делаешь-делаешь для того, чтобы, ну, какой-то вариант потом выбираешь как-то зрительно. Да, вот этот достоин того, чтобы его показать в эфире, а все остальные так, в принципе, понятно. Так, вот смотрите, вот сейчас белый фон у меня есть, перекрываем топом без остаточной липкости, и это может быть, например, топ Теклос, да? То есть, как бы, любой топ без остаточной липкости, глянцевый, да, желательно. Перекрываем топом Теклос. Я еще пока вторую половинку не наносила, да, то есть мы можем цвет к белому фону, ведь девчат, на самом деле, добавить абсолютно же любой. С белым цветом классно сочетается и синий цвет, и зеленый, и черный, и любые пастельные оттенки классно сочетаются. То есть, как бы, без всяких проблем, согласитесь. Поэтому универсальные, получается, дизайны, то есть можно подстроиться под любое цветное решение. Не обязательно это делать, допустим, с красным, как делаем, допустим, сегодня мы, да? А я напоминаю, мы взяли в работу гирлаки красного цвета из коллекции Burnt Out, да, красные цвета, вот. Хотя на самом деле на месте красного может быть абсолютно любой цвет. Так, просушили. Теперь обязательно, девчат, то, что вы покрыли топом теклос, этого недостаточно. Для того, чтобы идеально чисто отпечаталась фольга только туда, куда мне нужно будет, нужно обязательно поверхность забафить. Можно взять какой-нибудь бафик, ну, вот у меня тут лежит какой-то старенький 100 на 180, и просто поверхность забафили. Я сейчас начну вы это на экране, девчат, уберу в сторону на самом деле, потому что не очень удобно под телефоном, и голова закружится. Как говорила одна, очень известный мастер. Так, значит, аккуратненько забафили поверхность. Чисто-чисто-чисто забафили. Так, и теперь обязательно-обязательно вот эту пыль, которая образовалась на поверхности, нужно обязательно вытереть с помощью обезжиривателя. Берете обезжириватель и вытираете. Не потому, что нужно убрать какую-то дисперсию, а просто вот эту пыль, которую напилили. Ой, здорово, здравствуйте. Которую напылили, обязательно убрали. Все, вот теперь поверхность такая идеально чистая, гладкая, ровная, и сюда ничего не отпечатается, кроме того рисунка, который мы сейчас нанесем. А рисунок мы нанесем с помощью пластины для стемпинга, правильно? И рисунок может быть совершенно любой, потому что у нас вот этот есть гель-клей, который очень хорошо. Ну, классно, он такой густенький, он хорошо очень переносится на поверхность. Ну, давайте, я вот тут еще пластину от красного не отмыла. Мы сейчас сюда добавим. Давайте, что отпечатаем? Давайте, я не знаю, там, хотите вот, ну, вот такие цветочки можно, можно вот такие цветочки отпечатать. Тут вот лилии, но тут очень много линий, когда вот близко-близко-близко много линий, я вижу, что это лилии, но у них вот это тут очень много линий, это самое. Ну, давайте, какой вариант сделаем? Не знаю, все, короче, я потерялась, я сдаюсь. Ну, давайте вот эти цветочки отпечатаем, да, которые вот тут вот чуть ниже. Такой, он и мелкий довольно-таки рисунок, и его будет все равно хорошо видно. Так, ну что, берем кисточку овальную какую-нибудь и накладываем немножечко мультипл геля. Вот, я его открыла, беру он такой густенький. Ну, вот, наношу на поверхность, да, мы сейчас, конечно же, равномерно распределим. Так, пока я закрыла, потому что не надо его открытым держать. Все, я аккуратненько распределила по поверхности, и, ну, и, естественно, девчата, да, аккуратно под углом 45 градусов, все аккуратно убрали, как вы обычно работаете с лаком для стемпинга, да, или кромкраска для стемпинга. Все то же самое, все аккуратненько убрали. Теперь на подушечку нужно будет несколько надавить и медленно поднять. То есть, как бы, аккуратненько берете, аккуратно раз, нажали, и медленно поднимаем, аккуратненько. Все, рисунок у нас вот здесь вот прозрачный гель есть, да, на подушечке. Теперь мы, естественно, на идеально гладкую ровную поверхность, которую мы только что забафили и обезжирили, отпечатываем рисунок. Так, сейчас я посмотрю, какой нам, какой нам уси-пуси. Ну, короче, на самом деле-то все равно, быстренько отпечатали. И просушиваем, просушиваем, видите, он за счет того, что он такой, знаете, вязкий, вязкий, он не течет, не плывет. И за счет этого вот он хорошо именно для стемпинга подходит, этот гель. И я видела, когда листаешь, очень много там Инстаграм, этот Пинтерест какой-нибудь там, то есть, как бы, много разных программ. Очень много слайдеров выпускают, такие именно, знаете, с тонкими там линиями, такие коралловые какие-то элементы там, тоненькие паутиночки золотые там. Ну, уж типа картинку размочил и все. Ну, вот с помощью мультипл-геля мы можем с вами фольгу отпечатать на любой тончайший рисунок. То есть, очень прикольно получается. Так, не буду вставать за новой чистой фольгой. У меня, в принципе, вот тут вот есть. Я думаю, что мне этого, в принципе, хватит. Вот, взяла кусочек фольгушечки, нажала, оторвала, нажала, оторвала. Не, ну я, конечно, перед этим помолилась, чтобы не опозориться, не дай бог там. Спасибо богу ногтей гипонихию за то, что все отпечатается. Все, отпечатали. С каким красивым цветом сочетается золото, девчат? Конечно же, золото будет сочетаться абсолютно с любыми цветами. Мы уже говорили, и черный цвет красиво сейчас может рядом лечь. Скажите, наверное, блеск, да, отражается. Ну, видно, все-все-все отпечаталось, абсолютно все. Я бы даже, знаете, такая, чтобы вот добавила сюда на кончик что-нибудь. Сейчас, подождите. Вот тут у меня просто типса длинная получается, а рисунок покороче на пластинке. Сейчас, вот здесь вот прям вот. Сейчас, сейчас, это я пытаюсь банку открыть быстро. Возьму немножечко мультипл геля. Вот тут вот, смотрите, у меня тут рисунок закончился. Сейчас я вот так вот и вот. Тут вот листочек, типа, какая-то веточка. Каких-нибудь парочку точечек. А то тут вот на кончике. Так, вот согласитесь, что белый цвет плюс золото. Красивый цвет с красным. И с синим, и с фиолетовым. Вместо золота это могло бы быть серебряная, например, фольга. Правильно же? И она бы тоже красиво сочеталась с любыми оттенками. Поэтому универсальный дизайн под любой цвет подойдет. И не надо делать на всех пальцах, да. Достаточно сделать на одном пальчике. Будет очень красиво смотреться. Так, а тем временем все. Надо было и вверху что-нибудь добавить. Смотрите, вот на кончике видно. У меня тут вот было пустое место. Теперь у меня там листочек. Все, добавляем. Какой мы цвет брали? 454, да? Ну, давайте его и добавим. Где он? Вот он. 454 цвет. Так, вот сюда сбоку. Белый, красный золото. Не знаю, мне кажется, неотъемлемая часть. Сюда какую-нибудь черную полосочку. Ну, не хотите черную, давайте зеленую. Не хотите зеленую, давайте синюю. Сразу какой-то, знаете, этот анекдот немножко напомнила. Ой-ой-ой-ой. Сейчас сама себе сделала. Прилепила тактипс близко к... Сейчас, секундочку. Поправлю покрытие. Как только начинаешь что-нибудь ровнять, и потом понимаешь, что так выровнял, что лучше б не ровнял. Так, просушиваем. Руки у меня были в красном лаке для стемпинга. Теперь у меня руки в красном гель-лаке. Красивая невозможна. Раньше была молодая и красивая. А теперь только красивая. Вся. Вот уделалась вся, конечно. И сейчас прикреплю типсик на другую палочку. А то у меня вся палочка в красном. Девчат, просишь, украшение. У меня бедненький. Везде прилип. Сейчас я... Оп. Так, ну что? Что будем прикреплять? Ну, какую-нибудь разделительную полоску, да, да, надо в любом случае. Конечно же, если это будет какая-нибудь наклеечка, то это может быть то без остаточной липкости, например, там тот же Текласс, да, например. Вот сюда вот. Вот туда вот здесь. Вот мне нужна какая-то разделительная полоса. Сейчас мы просушим. А какая разделительная полоса? Это может быть, например, там, мои самые любимые полосочки, да, черного цвета, золотого цвета, золотые линии, черные линии. Причем мы возьмем какую-нибудь прям потоньше-потоньше, если вы не против. А что потоньше-потоньше? Вот у меня тут есть начатая линия. Сейчас мы ее и возьмем. Так, приклеиваем на идеально гладкую и ровную поверхность. Да что ж такое-то сейчас. Опять отвалилась у меня. Какая-то сегодня просто аварийная ситуация сплошная. Естественно, теперь залапала поверхность. Вот так бы, если клиенту бы прикреплять ноготь, знаете, к ногтевому ложу, то потом все бы топы облезли. Все топы мира бы потом облезли с этого ногтя. Потому что нарушили всю липкость, нарушили, залапали, зажирили. Да что ж ты будешь делать? Так, сегодня какой день недели? Вроде четверг. Вроде все как обычно. Так, разделили на две части ноготок. Убираем, конечно же, все лишнее. Да что ж. Пойдемте домой, короче, все. Ничего не получилось. Ничего не режется. Мне уже даже просто смешно. Вы говорите, юмористка. Тут вот сама... Как стыдно и неудобно позориться вот так. Так, смотрите, как красиво. Ой, посмотрите, девчат, надо отвлечь ваше внимание от всех моих сегодняшних неудач. Значит, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Катюша. Так, значит, смотрите, блин, мне так очень нравится. Так по-взрослому смотрится. Так, что сюда добавим? Какой-нибудь, какую-нибудь... Тут такие цветочки простые, да? Опять же, можно просто какую-нибудь бабочку. Красненькую. Не, ну жука посадить как-то не очень, да? Давайте вот такую просто в пятнышках. Еще раз повторюсь, девчат, это слайдер с бабочками из набора Маквин. Да, то есть как бы был такой набор декораций. Какой? Побольше? Да, конечно, побольше. Давайте мне таблеток от жадности да побольше. Давайте большую бабочку прилепим. Да, давайте, конечно, большую. Ну, чтобы выглядело дорого-богато. А то у нас сегодня все так скромно, золотое, красное. Надо какую-нибудь бабушку, чтобы размер у нее был такой внушительный. Чтобы уж бабочка так бабочка, правильно же? Будем что-нибудь еще цеплять, как вы думаете? Или уже не будем? Потому что на образцах, в принципе, есть. И это, в принципе, понятно, как все сделано. Поэтому давайте просто продолжим и все. Так, значит, прикрепляем слайдер мы на что? Конечно же, на слайдер топ, да? Если слайдер топа нету, то это может быть простая обыкновенная база. Поэтому, ну, я возьму, конечно, слайдер. Он же у меня есть. Почему отказываться? Да, берем слайдер топ. Выравниваем поверхность. Просушиваем буквально 10-15 секундочек. С помощью, например, подушечки для стемпинга. Но только предварительно надо, конечно, очистить от мультипл гелия. Так, бабочку взяли. Быстренько вот так на подушечку убрали. Видно? Вот она, вертормашками. Если вот отсюда смотреть, вот она. Прикрепляем быстренько на липкий слой. Ну, буквально. Ну, можно было и вверху это сделать. Так, естественно, прикрепили, просушили. Обязательно обработали ультрабондом, да? Потому что слайдер не имеет остаточной липкости. Наносим ультрабонд на поверхность. Высыхает на воздухе. Высыхает на воздухе. И после этого, конечно же, закрываем топом, да? Смотрите, как дорого-богато получилось. Слушайте, красиво, правда? Кайфово. И не греет душу. Надо вот понаделать таких вариантов дизайнов на планшетку. Просто вот эта вот часть, вот эта часть, это может быть совершенно любой рисунок. Тигры, леопарды, линии, геометрия, листочки, цветочки, бабочки. То есть вот эта вот техника-стемпинг, да? С помощью мультипл-геля может быть абсолютно любой рисунок. И красиво отпечатанная фольга, да? Прикольно получается. Так, все, закрываем топом. Ну, сам себя не похвалит. Что еще похвалит? Тем более, что разговариваю сама с... Как бы один голос, да, в эфире слышен. Могу только, конечно, прочитать. Но в любом случае тема интересная. Тема интересная и для любителей. Ведь есть мастера, которые сами любят делать дизайн. Есть клиенты, которые любят дизайн, да? И просто мы вам еще раз говорим о том, что... Мне трудилось. Вы не поверите, я врезала стипсы в лампу. Господи, да что ж такое? Знаете, когда клиент в лампу врезается, да? Хочется прям стукнуть. Стукнуть. А я взяла и врезалась. То есть нанесла туп и с типсой врезалась. Замечательный сегодня день. Какой там сегодня? 20 или... 1 марта, да? Так, все, поставила сушить, девчат. Сейчас я прикреплю этот типсик сюда вам на поверхность. Для того, чтобы вы смогли сфотографировать, сделать скрин. И как бы будет вам как бы просто, ну, опять же, варианты идей, да? То есть как бы это чисто варианты, чтобы их потом повторить. Так, все, воложу сюда. Еще раз повторяю, да? С вами на связи Ростов-на-Дону. Школа Мирошниченко Екатерины. Вот, мы с вами вспомнили о том, что у нас есть замечательные лаки красного цвета. Перл-аут, да? Вот так. Новые пластинки, новые декорации. И мы можем делать с этими вариантами, да? С этими материалами разные-разные варианты. Все, теперь еще отвалилась масса для фиксации от типсы. Так, вот и вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...